Аквариумные рыбки. В этом разделе нашей видеокниги для начинающих собраны наиболее популярные рыбы, которые пользуются особым успехом у аквариумистов. Речь пойдет о сомиках и вьюнах. Пожалуй, это самые распространенные виды рыбок, которые должны быть в каждом аквариуме. Итак, приятного просмотра! Анциструс. Довольно некрупная рыбка, которая может жить в аквариумах от 30 литров. Классический окрас коричневый. Часто этих маленьких сомов путают с более крупными собратьями, терегабхлиптами. А вообще, правду сказать, эта рыбка очень трудолюбивая и хорошо чистит нарастание. Советую каждому приобрести для своего аквариума. Анциструс желтый. Такого анциструса еще называют золотым. Кстати, очень хороший цвет для ведения аквариума по фэншую, так как в аквариуме просто должна быть рыбка золотого цвета по этой идеологии. Может вырастать тоже до размера, что и коричневые анцики. Терегабхлихт. Еще его называют кольчужным сомом. Терегабхлихты могут вырастать до 10 сантиметров в домашних аквариумах, что делает их одними из самых эффектных рыб. Ведут донный образ жизни, и если им не хватает места, то начинают активно гонять других обитателей. Тация. Наиболее популярной является тация звездная. Вырастает она до небольших размеров, в районе 10-12 сантиметров. Ведет в основном ночной образ жизни. Днем она спит. Очень интересный и красивый сомик. Но то, что он активен только ночью, не дает им полюбоваться в полной мере. Красахейлус. Красахейлусы бывают разных видов, но в целом они все очень похожи. Эти рыбки обладают присутствие, которое могут чистить не только нарастание на стеклах, но и витнамку на листьях. Трудолюбивые рыбки могут вырастать до 15 сантиметров. Краснохвостый сом. Одна из самых крупных аквариумных рыбок. Растут не останавливаясь и едят все, что влезет им в рот. Эти сомы очень красивые, но из-за их аппетита и хищных наклонностей плохо уживаются с рыбками меньших размеров. Яркая особенность этой рыбки – красный хвостовой плавник. Коридорос. Очень милый и шустрый сомик Коридорос. Мы бы сравнили их с померанскими шпицами в мире собак. Донная маленькая рыбка, которая не требует особых условий, питается тем, что сможет найти на дне. Как правило, бывают длиной от 2 до 10 сантиметров. Не знаете, кого посадить в аквариуме? Купите Коридороса. Боция-клоун. Данный вид боции является самым популярным аквариумистом. Скорее всего из-за того, что клоуны очень эффектно выглядят. Особенность этой рыбки – шипы, которые находятся под глазами. Эти шипы могут выдвигаться, когда рыбке грозит опасность. Могут прожить до 20 лет. Боция-модеста. Еще одна рыбка из семейства вьюновых. Особенность окраски таких боций – синий или голубой цвет и яркие плавники. Окрас рыбки может меняться в зависимости от настроения. В аквариуме такие рыбки могут вырастать до размеров 15 сантиметров. Боция-мраморная. Именно в такой мраморной раскраске рыбка больше всего похожа на сомика Коридороса. Как и другие боции, мраморные активны исключительно ночью, когда и выходят на поиски пищи. А днем они, скорее всего, будут не очень видны для своих хозяев. Синодонтис. Эуптерус. Вообще, это сомы являются вполне мирными обитателями аквариума. Рыбки эти стайные, и это следует иметь в виду. Особенность данного вида – темный окрас и большой спиной плавник. Вырастает такая рыбка в аквариуме, скорее всего, до 12-13 сантиметров. Синодонтис петрикола. Обладает, в отличие от гауктеруса, светлым окрасом с темными пятнами, за счет чего может выглядеть еще более эффектно. Рыбка обладает явной склонностью к ночному образу жизни, поэтому появляться днем может не часто. Оптимальный объем аквариума – 60 литров. Синодонтис перевертыш. Есть некоторые виды синодонтисов, которых называют перевертышами, из-за характерной особенности плавать кверху брюхом. Этим сомикам также требуется аквариум среднего объема – более 60 литров. По всем поведенческим признакам, сомик-перевертыш схож со своими собратьями – синодонтисами. Вангасиус – акулий сом. Этот сом также называется акулием из-за характерного внешнего вида. На фото сома это хорошо заметно – спинной плавник, форма тела и так далее. Сом может вырастать до гигантских размеров, поэтому ему будет мал даже аквариум на 200 литров. Оптимальный объем – от 500 литров. В следующем разделе нашей видеокниги речь пойдет о рыбках из семей стокарповых, которые проживают в аквариуме. Всем, кому интересна жизнь животных нашей планеты, советую подписаться на наш канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok